МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я тебе должен сказать, что между кроликом и драконом, то есть между 23-м и 24-м, уже есть некоторое сходство. И какое же? В 2023 году мы в Иванской области выбирали нового губернатора и депутатов областной думы, а в 24-м мы будем выбирать нового президента. А я не уеду. Не подчинитесь воле народа? Это не народ. Это не народ. Это хуже народа. Это лучшие люди города. Выборы в области в этом году прошли без каких бы то ни было скандалов. Спокойно. Станислав Воскресенский подтвердил свои полномочия на 82%, что почти на четверть выше, чем 5 лет назад. Ну, надо полагать, что таким образом жители продемонстрировали, как похорошела Ивановская область при Станиславе Сергеевиче. Ну, важный и сложный объект был. Чем сложнее? Старое здание требовало ремонта, условия были безобразные. Врачи об этом говорили, жители Тейкова об этом говорили много раз. Поэтому... Нравится, что меня узнали? Узнал. Проценты по облдуме были в среднем везде плюс-минус одинаковые. Наш предвыборный кролик был спокоен и доброжелателен. Отключилась только шуя, как обычно. Председатели одной из участковых комиссий застали за ночным визитом к сейфам с бюллетенями. А того, кто пытался его задержать, сбили на автомобиле и скрылись. Он что, хотел меня убить? Нет, что ты. Если бы он хотел тебя убить, он убил бы. Это он баловался, шутил. Держи. Спасибо. Странные у него шутки. Ну, а мы привыкли и нам нравится. А меня удивило, что так мало набрали коммунисты. Вместо семи депутатских мест, которые были у них в прошлой областной думе, завоевали только одно. Но зато в 2023 году власти сделали поклонникам коммунистической идеи другой подарок. Памятник вождю мирового политориата Владимиру Ленину на площади его имени в Иванове был отправлен на реконструкцию. На то, чтобы памятник помыли, отшлифовали, проверили на сколы, потратили 10 миллионов бюджетных рублей. Мы публиковали, и как его снимали, и как его водружали на место. Это вызывало бурю комментариев наших подписчиков, в наших соцсетях. Однако, к слову, не вызвало особой бури история с другим памятником Ильичу. В Юрьевце. На центральной площади этого города вождь стоит с дырой в голове. И памятник разрушается уже несколько лет. Я думаю, что в Юрьевце не только памятник Ленину с дырой в голове. С хорошими итогами этот год завершили Ивановские аграрии. По крайней мере, так говорят официальные источники. Да, я тоже слышал про рекордный урожай на Ивановской земле. Правда, на ценных магазинах это как-то не сказалось. Всем привет! Я сейчас расскажу вам про урожай. Я была на фестивале «Урожай» и еще на множестве самых разных фестивалей, которые проводились в Ивановской области. Да-да, я вот только не понимаю, а лошадь-то в студии зачем? Аграрии работали как лошади. Но на самом деле, это такой маленький символ фестиваля, который состоялся в Гавриловом Посаде. Праздник русских традиций и тяжеловозов. Ну что ж, давай угостим твою гостью. Что она любит? У нас тут есть трава. Овощи, рожь, вот это все. Ну а пока пони будет угощаться, я сделаю краткий обзор Ивановских фестивалей. Эта вот капуста тоже тут неспроста. Почти каждый овощ, выращенный у нас в регионе, удостоился своего собственного фестиваля. Собрал картошку – празднуем. Собрал капусту – празднуем. Выклопал лук – ну, сами понимаете. Я не хочу. Так, а на это господин дракон велел передать, что иначе он прикончит всех твоих друзей и подруг, включая собак и кошек. Конфеттик, кто будет разбрасывать дармоеды. Продолжаем репетицию. Чтобы не случилось, у нас всегда праздники, праздники, праздники. Цветы полетели. Рецепт мой щей очень простой. Капуста, щаница, мясо, свинина, белые грибы и зелень. Лук зеленый, петрушка, морковка, все такое прочее. Щей в тот день было 300 литров. Чьи оказались самыми вкусными, специальная дегустационная комиссия оценивала конкурсные блюда. Победителями уходящего года стали сразу два сельских поселения – Озерновское и Беленицкое. Выбирали победители и на знаменитом фестивале «Лук-Лучок». Кстати, в тот день в Лухе продали 20 тонн лука. Если вы не любите лук, то просто не умеете его готовить. Так считают местные. Луковый салат, луковое варенье, луковая похлебка и выпечка – тоже с луком. Говорить о нем местные могут бесконечно. Сорт у нас лухский. Так названий у него больше нет никакого. Лук крепко. Чем он хорош? Чем он хорош? Он умеренно острый, умеренно сочный. Идет везде. Идет через салюты ельчики. Конечно, восемь ведер съедаем. За зиму. А блюдо «Луховый ушной» вам о чем-нибудь говорит? Сейчас расскажем. Готовил его звездный шеф-повар Олег Ольхов. Как итог – три котла по 350 литров. Поделился рецептом. Много лука, морковь, картошка, масло, укроп, соль и перец. Любите ягодки? Было фестиваль «Черничное гуляние». А еще клубничное – в Комсомольском районе и в Шуе. Отмечали даже День огурца. А для любителей грибных заготовок в пистяках и Нижнем Ландихе праздновали День царского гриба. Ну и куда же без фестиваля современного искусства? Вот уже по традиции прошла и первая фабрика авангарда. Еще в Ивановской области провели тыквенный спас. Это такой наш православный ответ Хэллоуину. Правда, тыквы везде одинаковые. В честь меда в Пучиже устроили тоже целый медовый фестиваль. Гаврилов Посад осенью встречал всех желающих на дне картошки. Ну зачем есть мясо с картошкой? Ну съесть ты селедку ее там с рыбой. Ну зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? Перейдем к пище духовной. В фестивале «Пилоты зеркала» познакомили жителей Ивановской области с новинками кинематографа. В Юрьевце в день открытия фестиваля шел дождь. Все, как любил Андрей Арсеньевич. В выходящем году концерт «Открытие» посвятили памяти композитора Эдуарда Артемьева. Его не стало в декабре прошлого года. На сцене пела его внучка Екатерина. Это человек, который был абсолютной любовью. И это отражено во всем. И у меня есть пример, к которому я хочу стремиться быть как дедушка. Как человек. Не как музыкант или просто дедушка. Это был величайший человек с человеческой точки зрения. А вот в Плёсе создали новый федеральный тренд – «Избинг». Там прошел фестиваль «Шаляпинский лук». Это не просто название, а вполне реальная локация. Именно это место по задумке станет спутником «Волжской жемчужины Плёс-2». И за ним будущее, считают идеологи проекта. Еще одной фестивальной локацией стал Потаёный сад. В избе кофейни открылась фотовыставка, посвященная Шаляпину и усадьбе Утешная. Вот видите фотографию «Милому малому Сергушу Щулепникову от любящего старика Шаляпина». В 2011 году Шаляпину было 38 лет. Вот такая шутливая подпись. А это фотография «Синокос» в Утешном среди крестьян. И здесь и помещики Щулепникова есть. Вот на дереве как раз учащийся училище правоведения Сергей. Отец его здесь. А вот Шаляпин и его слуга-китаец Василий. В общем, фестивалей за этот год было множество. Вспомним, например, русский и цыганский романс в Кинишме. Или музыкальный марафон «Это Кинишма-ма». Ну и куда же без фестиваля русского валенка в Наволоках. Только гуляй, ни о чем не думай. Юлия Сёмина, губерния, итоги. Будь здорова, не болей. Тем более в предновогодние дни болеть очень плохо. Спасибо. Болеть вообще у нас в Варовской области не стоит. Потому что врачей, во-первых, не хватает. С льготными препаратами постоянные перебои. А в-третьих, департамент здравоохранения вообще практически, по сути, обезглавлен. Да, жалобы на проблемы в этой сфере в редакцию приходят регулярно. Но ведь были и позитивные моменты. Татьяна Прокопенко подготовила дайджест основных событий в Ивановской медицине. Острота ковид-пандемии спала, но вспоминали мы о ней в этом году часто. И не столько в связи с сезонным ростом заболевших, сколько с судебными последствиями того периода. Верхушка департамента под уголовным делом из-за закупок оборудования. И оно дошло до суда. Следствие считает, что Фокин и Буянкин купили кислородные концентраторы по завышенной цене. А договоры оформили с задним числом. Подсудимые не отрицают экстренные поставки. Поясняют, что спасали жизни. Но не согласны с тем, что потратили лишние деньги. До финала процесса еще далеко. Оба врача пока смогли вернуться к своей профессии. Работают в больницах региона. Тем временем правительство никак не может найти новых руководителей. Артур Фокин не раз говорил в суде о нехватке кадров в департаменте. Теперь сотрудников там еще меньше поувольнялись. И возглавить ведомство, на долю которого приходится около 70% всех госзакупок региона, тоже никто не спешит. Возможно, в этом причина периодического отсутствия льготных лекарств в аптеках области. Первые месяцы года в редакцию приходили десятки обращений от диабетиков, которым не выдавали по рецептам инсулино-содержащие препараты. Однако официально было заявлено, что закупки проведены и лекарства в область поставлены, а все дело в логистике. Так это или нет, но после публичного требования губернатора продумать оперативную доставку льготных лекарств со складов в аптеке, жалобы от льготников стали единичными. Но зато, будто зная о сложностях в местном здравоохранении, нас обошла стороной корь. В России, по данным Роспотребнадзора на сентябрь, выявили в 288 раз больше заболевших, чем в прошлом году. Это 8 тысяч. У нас корь подхватили всего 16 человек. Корь не дошла, с ковидом справились, уровень никого не пугает, но в области так и не избавились от очередей в поликлиниках и отсутствия врачей. К некоторым специалистам невозможно попасть, а в разгар простуд и к терапевту не записаться. Хотя вот уже второй год подряд растет число выпускников медакадемии, которые идут работать в местные больницы. 277 в этом году. Помогают в этом плане и целевики. В медколледжах целевой набор увеличили до 95%, в медакадемии – до 70%. Условия труда потихоньку тоже становятся более комфортными. Больницы ремонтируют, закупают новое оборудование. В этом году капитально обновили 11-ю Ивановскую поликлинику. Не без сложностей, но завершили реконструкцию Тейковской. Достроенный принимает пациента в бывшем главке детский консультативно-диагностический центр с современным оборудованием. На подходе и Кенишемская поликлиника, но с большим опозданием. Там пришлось подключаться правоохранителям. Возбуждено уголовное дело о халатности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова